Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире радиостанции «Голос надежды» звучит программа студенческого радио из Заокска. За густой пеленой наших будничных дел, За сплошной маятой наших душ, наших тел, Мы увидеть должны тот сияющий свет, Вечный свет, без которого радости нет. Я хочу, чтобы в нас этот свет не погас. Я мечтаю увидеть сияние глаз. Я хочу, чтобы исчезли сомнения и страх, Чтобы любовь навсегда поселила сердца. Сквозь унылые тени, обид и забот, Сквозь тугое сплетенье житейских невзгод. Мы услышать должны дивной музыки звук, Этот голос любви покоряющий слух. Я хочу, чтобы в нас этот свет не погас. Я мечтаю увидеть сияние глаз. Я хочу, чтобы исчезли сомнения и страх, Чтобы любовь навсегда поселила сердца. Я хочу, чтобы в нас этот свет не погас. Я хочу, чтобы в нас этот свет не погас. Я мечтаю увидеть сияние глаз. Я хочу, чтобы исчезли сомнения и страх, Чтобы любовь навсегда поселила сердца. Я хочу, чтобы любовь навсегда поселила сердце. Я хочу, чтобы любовь навсегда поселила сердце. За густой пеленой Наших будничных дел За сплошной маятой Наших душ, наших тел Мы увидеть должны Тот сияющий свет Вечный свет, без которого Радости нет Тот сияющий свет Поговорим о серьезном по-чесноку Друзья, вы слушаете студенческое радио ЗАУ-ФМ И как мы обещали, мы будем сегодня говорить об изменах и предательствах Очень насущная и актуальная тема И в гостях у нас сегодня тоже насущный и актуальный гость Степан Николаевич Сибир Это отец троих детей Пресвитер Заокской церкви Технический редактор издательства «Источник жизни» С десятилетним стажем семейной жизни Здравствуй, Степа Привет Привет, девчонки Привет, все слушатели И мы вначале хотели бы тебя попросить о том, чтобы ты немного рассказал о себе Ой, ну что о себе Родился в Олимпийский год, в 80-й, в Дагестане Кстати, кто не знает, это все-таки территория Российской Федерации Это не заграница Вот, в 2010 году приехал сюда, в Заокский Меня пригласили работать в издательство «Источник жизни» До этого занимался своим бизнесом Была фотостудия, фотографировал Теперь вот здесь занимаюсь тем, что делаю Стараюсь делать качественные, красивые книги Для наших читателей И обложки Ну, и обложки, да Вот, да Я часто вижу в конце какой-нибудь книги Либо уроков субботней школы Сибир Степан Так прям вот классно, когда знаешь этого человека В общем, ладно, мы же не зря тебя пригласили сегодня Мы хотим поговорить на очень такую На самом деле очень насущную тему Измена и предательство И вот для начала, мне кажется, чтобы мы были все на одной волне Нужно определиться с понятиями Что для тебя измена и что предательство И в контексте этих твоих понятий Мы будем уже дальше двигаться Ну, для меня измена, наверное, как у большинства слушателей Ассоциируется с двумя вещами Это измена супругу или супруге И измена государству Вот, то, что я нашел даже в Википедии Вот, а предательство, наверное, предать можно всех, кого угодно Начиная от домашних животных, заканчивая всей вселенной А вот скажи, измена и предательство Это два одинаковых понятия, синонима? Они взаимозаменяют друг друга, либо это вообще разные понятия? Просто вот многие думают, что предательство и измена – это вот суть, в принципе, одна и та же Ну, мне кажется, что они очень близки, схожи Порой их можно заменить, но все-таки предательство, на мой взгляд, такое более нейтральное понятие В том плане, что, ну, на примере приведу, что я могу предать друга, то есть перестать с ним дружить Вот, я предал его, но я ничего против него не делаю, не предпринимаю никаких действий Измена – это то, когда я, например, говорю ему в лицо, что ты мой друг, но за его спиной что-то делаю, что ему может навредить его репутации, его имиджу, там, и вообще, может быть, даже его жизни То есть кривишь душой, грубо говоря Ну да, измена, на мой взгляд, это какие-то действия, направленные против того человека, который считает тебя своим другом или своим близким человеком А вот как, на твой взгляд, почему в наше время возникла острая проблема супружеской измены? Ну, это связано, на мой взгляд, с тем, что моральные устои были подорваны, то есть сейчас нет такого фундамента, авторитета, что в супружеской жизни хорошо, а что плохо То есть каждая семейная пара для себя сегодня решает, то есть хорошо это или плохо А как ты считаешь? Я считаю, что есть Библия, в Библии описано то, какими должны быть отношения мужа и жены в браке, вообще отношения людей и вне брака, но вот такими они и должны быть Давайте углубимся в корень, почему все-таки люди начинают изменять друг другу? Вот какая главная причина, на твой взгляд? На мой взгляд, это вот в 1 Коринфянам 13 главе есть такой замечательный стих Любовь не ищет своего Вот в корне измены, наверное, лежит несоблюдение этого принципа, когда каждый из супругов начинает искать что-то свое Вот хочется ему разнообразия там в интимных отношениях, хочется ему разнообразия там в каких-то эмоциональных отношениях Ну что, я все время с женой, да женой по вечерам болтаю, ну пойду с девчонками поболтаю, с молодыми там, еще с кем-то Ну мы же только дружим, мы же там ничего Ну и так дальше, вот А как вот договорить я потом? Просто я к чему? Что человек думает только о своих чувствах, о себе, а не думает о том, что в этот момент испытывает противоположная сторона Или его друг, там, подруга А вот как на твой взгляд? Вообще можно устоять от измены? Вот можно удержаться от этого? И просто иногда все говорят, ну вот меня так завлекло, просто увлекло, что я не могу, все Ну, я не могу сказать прям, на основании своего опыта могу сказать, что в течение 10 лет можно устоять Вот в течение 11 лет, не знаю, проживу с женой 11 лет, скажу вам, можно 11 лет устоять? Ну, пока не изменялся Пока сдерживаюсь Нет, я даже и не сдерживаюсь Интересно, кстати, очень А скажи, как ты считаешь, имеет ли место такое понятие, как измена в отношениях между парнем и девушкой до брака? То есть, например, они встречаются, и тут парень начинает общаться потихоньку с другой девушкой, там, подсаживается к ней за стол, приглашает ее на обед, но одновременно встречается со своей девушкой и говорит, что он ее любит Ну, я думаю, что между парнем и девушкой не может быть понятие измены, то есть, если он подсаживается к соседней девушке, он уже конь, а не парень Интересно, конь огонь Да, вот в этих отношениях может быть, наверное, измена Нормальный парень такого делать не будет Но это считается изменой? Ну, в моем понимании, да Ну, то есть, если он до свадьбы подсаживается к другой девушке, понимаете, свадьба не меняет людей вообще никак То есть, штамп в паспорте, там, молитва пастора во время венчания не меняет отношение человека к жизни То есть, если он до свадьбы на других девушек заглядывался, или девушка с другими парнями плюсовала, это будет и во время брака А что, вот как повести себя честно в этой ситуации? То есть, ты понимаешь, что ты рядом находишься с этой девушкой, предположим, или с этим парнем, но ты понимаешь, что он тебя не устраивает И тут на горизонте появляется кто-то другой Вот как сделать так, чтобы это не было, не называлось изменой, и тем временем остаться честным со своим партнером или избранником, который есть на данный момент? Ну, вы ответили сами на этот вопрос Быть просто честным У меня до моей жены было две невесты Причем не просто девушки, а две девушки, с которых в церкви объявляли, вот, они собираются С ума сойти Да, они собираются пожениться Да, это две девушки, которым мои родители приходили к ее родителям и одевали кольцо на руку Вот, ну, в какой-то момент не появлялась другая на горизонте Просто в какой-то момент я понимал, что я не вижу ее своей женой, и у нас не будут отношения И вот с одной девушкой я порвал, с другой как бы она, ну, вернее, она там такое вычудила, что я не смог ей простить и сказал Прости И поэтому, когда мы с моей женой встречались, то все ей кругом говорили, ты будешь третьей То есть у меня уже была такая репутация, что вот я всех кидаю Понятно, она молодец такая Не поверила остальным Да, не послушала Обычно, когда начинаешь слушать мнения окружающих, это у тебя откладывается на подсознание и в определенный момент оно так играет Причем против твоего партнера Вот, ну, хорошо, мы будем двигаться дальше И как ты считаешь, можно ли изменить в мыслях? Можно Иисус об этом сказал Кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней Можно, конечно Вот знаешь, как-то я тебя слышала очень давно, но такую интересную фразу Почти каждый мужчина может засматриваться на другую девушку, будучи женатым И абсолютно у каждого мужчины могут возникать ненужные мысли Просто некоторые мужчины себе подавляют эту мысль, а другие начинают развивать и делают, ну, можно сказать, такие плохие дела Что ты делаешь в таких ситуациях, когда, вот, будучи женатым, видишь красивую девушку И вот даже она начинает с тобой заигрывать, к примеру Ну, это, конечно, приятно, что меня уже, мои фразы так долго помнят И даже запишут, и потом цитируют Она вцепилась в мою душу Ну, я хочу сказать, что, как сказать, в меру своей, наверное, вот, как-то своего мировоззрения Или своей, как, не знаю, сказать что Вот я вижу много красивых девушек И я это замечаю, для меня это нормально Я вижу много красивых парней, не только девушек Я вижу много красивых машин Я вижу много красивых домов Чего угодно красивых Того, что не принадлежит мне И я понимаю, что это красивое И это не принадлежит мне И к этому отношусь очень спокойно Ну, просто, насколько я знаю, у мужчин У некоторых мужчин, не хочу отвечать за всех Это правильная позиция Некоторые говорят, что Ну, вот, у них у всех есть животный инстинкт Они хотят, вот, несмотря на то, что у них уже есть свое собственное Они хотят добиться еще чего-то на стороне И бывает так, что они добиваются других девушек, будучи женатыми Либо уже, там, помовка у них на горизонте А он вот так вот заигрывает с другими Ну, по Фрейду это комплексы просто И парень, наверное, пытается что-то доказать себе Что я вот такой Что я вот достиг этой красивой девушки Крутой И значит, я тоже крутой Ну, слава богу, меня родители нормально воспитали У меня в этом плане комплексов нет То есть это зависит от самооценки человека, да? Мне кажется, да И от окружающей обстановки И зависит от того, какими принципами вы руководствуетесь в жизни У меня вот еще один вопрос такой Вот, ну, по-любому нас будут слушать И слушают многие парни И вот вдруг у них возникают такие мысли Вот, как сделать им так, чтобы они не согрешили И дальше не развили эту мысль Вот твои советы какие будут? Ну, вот возвращаясь к тому, о чем я говорил Нужно просто понимать, что в этом мире есть мои вещи То, что принадлежит мне И есть то, что не принадлежит мне И к чужой собственности надо относиться с уважением И с пониманием Не хочу обидеть девушек, например Ну, не поймите меня неправильно Что я не называю вас собственностью Или вещью, или что-то Но надо понимать, что Вот идет красивая девушка Можно просто восхититься тем, что Вот действительно красивая девушка Красивые глаза Ноги длинные Да, стройные Что угодно Или, например, характер замечательный Ну, это не моя девушка То же самое, как проехал кто-то на Бентли Или там на Мазерати Красивая машина Но это же не значит, что теперь я сейчас пойду Убью шофера Или там сделаю все возможное Но заберу это Мазерати себе Или Бентли Или Мерседес Я просто иду и говорю Реально классная машина Лучше, чем моя Реально красивее Реально она по характеристикам Но это не моя машина И к этому надо спокойно относиться Но вот здесь Такой у меня вопрос Предположим, встречается парень с девушкой И появляется другой парень Который, ну, безумно влюбляется в эту девушку И он чувствует, что нужно что-то сделать Потому что он не может потерять этого шанса Это как? Это правильно или неправильно? То есть там есть пара Ну, если эта пара еще не в браке Не в браке, нет Пожалуйста, пусть делает Пусть будет честным Не из-под тяжка Не что-то за спиной Того парня, например Пусть делает Я считаю, что да, надо делать Если ты действительно любишь За любовь надо бороться Ну, а можно ли на чужом несчастье построить счастье? Ну, что значит на чужом несчастье? Ну, вот там есть тоже парень Ну, да И тот, возможно, тоже любит свою девушку Ну, понятно И тут ему пытаются помешать Конкретно вырывают девушку из отношений Даже пусть как бы тот не был честен Там, он ему сразу сказал Мне нравится твоя девушка Там и все дела Но вот по отношению к нему Ну, знаете, такая интересная ситуация Вот, к примеру, я дружу с девушкой Да? И кто-то у меня ее вырвал Вот, а есть ли у меня уверенность Что если он ее... Ну, к примеру, я бы ее сейчас отбил Там, всеми правдами и неправдами Просто там Отмутузил бы того парня Вот девушка хотела от меня уйти Я пошел, ну, морду набил Он испугался, убежал И девушка такая в расстроенных чувствах вернулась И сказала, ну, все, ладно Я так уж и быть буду с тобой Ты сильнее Да, ты сильнее У меня нет уверенности Что она мне через год не бросит ради другого Через три, через десять лет А ведь через десять лет У нас будет уже трое детей И она меня бросит Ради какого-то другого Так лучше пусть сейчас бросит То есть, получается, если вы встречаетесь И она ушла к другому Это измена Либо это предательство Все зависит от того, как ушла Если отношения были честными То есть, она пришла в какой-то момент И сказала Ты знаешь, я вижу Вот, я раньше этого парня не видел А сейчас увидела И мне кажется, я буду с ним более счастлива И я к нему ухожу Не вижу никаких проблем Дорогие радиослушатели У нас еще впереди Очень много интересного Как поступить правильно Если произошла измена Что такое предательство Осознанные ли это действия Мы узнаем все После небольшой музыкальной композиции Оставайтесь с нами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И в молитве я обращаюсь снова К тебе, мой Бог Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Благость и милость Да сопровождают меня И я пребуду В Доме Господнем Многие дни Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»